Девушки отдыхают В Молдову нагрянули дожди. Синоптики изменили код метеоопасности в связи с жарой на предупреждение о ливнях с градом. Молдоване все чаще предпочитают отправляться воевать в зоны конфликта на Украине и в Сирии. Почему наши сограждане соглашаются участвовать в боевых действиях за рубежом, расскажем через несколько минут. Протест в Чемишлии. Десятки человек пришли к зданию местной премарии. Чем недовольны люди? Узнаем совсем скоро. Четверо сотрудников столичного управления спасателей пожарных задержаны за коррупцию. Корреспонденты ТВ-8 выясняли подробности ареста. После нескольких дней удушливого зноя на Молдову обрушился настоящий ураган с градом и молнией. Буря настигла страну сегодня после полудня. Некоторые долгожданной прохладе были рады, другим же стихия причинила немалый ущерб. Больше всего от порывистого ветра и ливня пострадали северные районы. Стихия повалила деревья и разрушила крыши домов. Проливной дождь затруднил и движение на дорогах. Многие трассы превратились в настоящие реки. Нелегко пришлось и сотрудникам дорожной полиции. Правоохранители старались облегчить движение по национальным трассам. Некоторые были завалены деревьями. Для кишиневцев дождь стал настоящим праздником и облегчением после невыносимой жары. Продолжение следует... Предупреждение синоптиков о грозах и порывистом ветре продлится до полуночи. Код метеоопасности относится ко всем районам страны. Жуткая авария произошла сегодня неподалеку от села Варзареш, Неспаренского района. Мотоциклист врезался в грузовик. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данным полиции погибший 37-летний житель Еловен на мокрой после дождя дороге. Из-за высокой скорости он не справился с управлением и на полном ходу врезался в грузовик. Удар оказался смертельным. Бунт на чеканах. Семеро юношей забросали камнями один из местных ресторанов. Что стало причиной такой агрессии и что последовало после того, как на место прибыли охранники, расскажем через несколько минут. Ученики, которые сдавали экзамены на степень бакалавра по физике, могут лишиться своих оценок. По словам замминистра просвещения, работы нужно пересмотреть, а задания не соответствуют курикулуму. Заявления Лилии Поголши вызвали неоднозначную реакцию на заседание профильной комиссии парламента. Вопросом займется группа специалистов. Ученики, 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 ученики. Противоречивая информация представителей Министерства просвещения и агентства по курикулуму вызвала негодование депутатов. Народные избранники поручили Минпросвету создать специальную комиссию, которая проверит содержание тестов по физике. Народные избранники поручили режимы. Мы попытались связаться с авторами тестов. Глава агентства по куррикулу и оценке отказался называть их имена из-за отсутствия соглашения с юристами Министерства просвещения. Чиновник не смог перечислить лицеи, в которых ученики получили девятки и десятки за бак по физике. Ранее несколько учителей обратились в Министерство с просьбой отменить некоторые задания и предоставить максимальные баллы из-за того, что в тестах было найдено множество ошибок. Педагоги попытались самостоятельно решить задачи из тестов. В открытом письме учителя обвинили авторов тестов в безграмотности и в том, что они не знают элементарных законов физики. Десятки граждан Молдовы, которых заманивают хорошим заработком, отправляются воевать на Западную Украину и в Сирию, где становятся наемниками. Об этом сообщили представители Министерства внутренних дел ИСИБА, которые сегодня выступили с докладом на заседании парламентской комиссии по безопасности. По их словам, молдавские наемники, как правило, из малоимущих семей отправляются в зоны боевых действий, чтобы заработать от одной до трех тысяч евро в месяц. По данным отчета представителей МВД ИСИБА, десятки граждан Молдовы становятся наемниками и отправляются в зоны боевых действий. Большая часть из них уже попала в поле зрения правоохранителей. По словам замглавы СИБА, как правило, молдавских наемников привлекают зарплаты. Так, месячный заработок наемников колеблется от одной до трех тысяч евро. Такой способ заработать выбирают молодые люди и мужчины из малоимущих семей, которые подрабатывают на территории Российской Федерации. Мотивация финансовая, если человек, который и термин, который может летать с фактами АЧС-класс, это прям цена для новой мотивации идеологии. По словам председателя парламентской комиссии по безопасности, граждан Молдовы вербуют несколькими методами. Одни отправляются напрямую, другие общаются с посредниками и попадают на Украину или в Сирию. Как заявил Роман Бацан, из 100 случаев об измене 70 касаются деятельности в качестве наемников. Ранее пять российских дипломатов были высланы из Молдовы по подозрению в причастности к вербовке молдавских граждан для участия в боевых действиях на Украине. Реформа в системе здравоохранения побуждает людей выходить на протесты. В Чемишли недовольные жители выразили возмущение намерением властей закрыть районную больницу. Врачи опасаются, что останутся без работы. Тем более, что в ремонт учреждения в последние годы были инвестированы миллионы леев. Минздрав, в свою очередь, утверждает, люди неверно все поняли и больницу закрывать никто не собирается. Почти 100 человек, в основном пожилых, пришли сегодня к зданию Чемишлийской премарии и выразили возмущение планами по реорганизации районной больницы. Люди говорят, что власти не думают о здоровье граждан. Я не считаю, что это правильно. Я вообще не считаю, что кто-то должен решить судьбу нашего города так, на раз-два-три. Протестующих поддержали и несколько местных советников. Чемишлийцы считают, что реформа осуществляется по политическим критериям с целью уничтожить систему здравоохранения, а не чтобы его улучшить. И врачи с ужасом осознают, что когда-то могут стать безработными. Чемишлийская больница – гордость района и пример для подражания, говорит директор учреждения. На капремонт родильного отделения здесь и на покупку медоборудования было потрачено более 3,5 миллионов леев. По словам директора Чемишлийской больницы, в следующие 7 лет планируется сократить количество койко-мест на 108. Таким образом, проходить лечение здесь могут 47 пациентов, а не 155, как сейчас. Драка и задержание, как в боевиках. Семер молодых людей, которых выгнали из ресторана за то, что те были пьяными, решили отомстить администрации заведения. На глазах у посетителей юноши начали кидать камни и брусчатку в стекла и двери ресторана. Несколько охранников попытались обезвредить нарушителей. Подоспевшие на помощь полицейские арестовали зачинщиков беспорядка. Молодым людям грозит наказание за хулиганство. Семь молодых людей решили отомстить администрации ресторана за то, что их выгнали из заведения. Юноши были пьяными и вели себя неадекватно. Молодые люди разобрали тротуарную плитку и начали кидать камнями в двери заведения. За всей картиной наблюдали перепуганные посетители ресторана. Очевидцы беспорядка вызвали полицию. До приезда правоохранителей охрана заведения перекрыла доступ к хулиганам в здание. Задержаны уроженцы Кишинева и Новоаненского района. Молодым людям от 19 до 24 лет. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Дорожные заторы в центре столицы. Водителям троллейбусов пришлось не один час простоять из-за оборвавшихся проводов. Недовольны были все. О чем закончилась эта история узнаем совсем скоро. Сотрудников столичной службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций подозревают в коррупции. Правоохранители задержали четырех человек по подозрению в получении взяток от экономических лиц за выдачу положительных заключений пожарных инспекций. Прокуроры и офицеры антикоррупции провели 19 обысков и обнаружили валюту на общую сумму около 600 тысяч леев. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Обыски начались этим утром в офисах службы чрезвычайных ситуаций и столичного управления пожарных и спасателей. Обыски продлились несколько часов. Прокуроры и представители СГЗЧС воздержались от комментариев. Ближе к вечеру представители МВД сообщили о задержании четырех сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. По данным полиции, с марта по мая текущего года подозреваемые потребовали и получили взятки от нескольких экономических агентов в обмен на выдачу положительного заключения по итогам пожарной инспекции. При обысках в офисах подозреваемых была обнаружена иностранная валюта на сумму свыше 600 тысяч леев. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. На заседании парламентской комиссии по национальной безопасности сегодня обсуждали дело бывшего терраспольского лидера. Отчеты представителей МВД и СИБА были представлены за закрытыми дверями. Прессе доступ на слушание ограничили. По завершению заседания представители правовых структур были немногословны. Слушание прошли за закрытыми дверями. Председатель комиссии по национальной безопасности заявил, что отчеты были необходимы для дальнейших действий в парламенте. Предсказы Шевчук был discutен. И, таким образом, все эти активности прокуратуры должны иметь адресат в директорах. Довольно, д النстр, вы учитываете, что ли вы уже в парламенте? И до того момента 4-го года были очень много членов, и я не смотрю. Скорее всего, гостеприимство молдавских властей является вознаграждением за совместные схемы в энергетическом секторе, за организованное голосование на президентских выборах, за беззаконие и совместные махинации тех, кто подчинил страну своим интересам и грабит жителей на правом и левом берегу Днестра. Лидер платформы «Достоинства и правда» Андрей Анастасий также заявил, что власти покрывают Евгения Шевчука, а свобода бывшего терраспольского лидера гарантирована. Накануне Эдуард Харунджин рассказал нашему телеканалу, что прокуратура приняла несколько мер по делу Евгения Шевчука, но уточнять, какие именно действия были предприняты, Харунджин не стал. До сих пор официальные лица не проявили интереса к пребыванию бывшего лидера непризнанной ПМР в столице. Глава государства заявил, что дело Шевчука должно интересовать правительство. Игорь Дадон также добавил, что за последние полтора года ни разу не общался с Евгением Шевчуком. Бывший лидер Приднестровья покинул Левобережье после того, как так называемый Верховный Совет лишил его иммунитета. Накануне правоохранители непризнанной ПМР провели обыски в домах родителей Евгения Шевчука и его супруги. Дело бывшего председателя Кривлянского района попало на рассмотрение судей. Ему грозит до 15 лет заключения за пассивную коррупцию. Виталия Ротарь задержали три месяца назад. Без скандала тогда не обошлось. Когда сотрудники НЦБК начали стучаться к нему в кабинет, он попытался спрыгнуть с шестого этажа. По данным прокурора, в 2014 году Виталий Ротарь вымогал 50 тысяч евро от менеджера проектов, реализуемых на европейские деньги. Взамен обещал, что Кривлянский райсовет переведет на счета проектов более 2 миллионов леев. В ходе следствия выяснилось, что Виталий Ротарь получил через своего заместителя свыше 1 миллиона леев. Деньги передали в 12 траншей. Свою вину мужчина отрицает. Впервые в истории Европейского Союза условия предоставления макрофинансовой помощи обусловлены политической ситуацией. Об этом в эфире ток-шоу «Политика» на нашем канале заявил глава делегации ЕС в Молдове Пир Котопиола. По окончании срока своих полномочий в Кишиневе еврочиновник рекомендовал властям сосредоточиться на реформах, чтобы люди еще больше были уверены в европейском векторе развития. Впервые за историю Европейского Союза предоставление макрофинансовой помощи было обусловлено политически. По словам Пир Котопиолы, кишиневские власти должны сосредоточиться на реформах не только в случае предоставления помощи в 100 миллионов евро, но и чтобы повысить доверие людей к правосудию. Ищу больше вопросов о открытости системы и о прожаршем системе. Пир Котопиола также добавил, что в последнее время рядовые граждане все больше разочаровывались в проевропейской власти, которой, среди прочего, не удалось внедрить все реформы, чтобы страна жила лучше. Конечно, сказать, что вопрос о российской пропаганде, частично это так. Можно сказать, что вопрос об этом, что люди стали разочарованными с этим, что правительство, которое, ну, себя называли проевропейскими. Четырехлетний мандат главы делегации ЕС в Молдове истечет в ближайшее время. Европейский дипломат прибыл в нашу страну в сентябре 2013-го. Затрудненное движение, километровые пробки в центре города. На главной улице столицы оборвалась линия электропередач. Троллейбусы стояли около полутора часов посреди проспекта Штефана Челмаре, пока рабочие пытались устранить неполадки. По словам очевидцев, вся ситуация создала немало шума и неразберихи. Пассажиры напуганы, а водители разгневаны. Таким выдался день для тех, кто планировал отправиться в центр столицы. Раскаленный воздух и напряжение в троллейбусе заставило пассажиров пойти пешком. Продолжение следует... Устранить неполадки удалось спустя полчаса. Единство неравнодушных во Флориде отдыхающие выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Подробнее об этом случае расскажем скоро. Не пропустите. На юге Италии пожарные тушат леса на склонах вулкана Везуви. Огонь угрожает городу Торе-дель-Греко. Власти эвакуировали туристов и местных жителей. Облако дыма вокруг горы видно за километры. С огнем пытаются справиться спасатели. Пожарно помогают сотрудники лесного хозяйства и национального парка. К операции подключили самолеты и вертолеты. По данным властей огонь загорелся из-за аномальной жары. Пока проводятся только плановые эвакуации. Если огонь вплотную подберется к населенным пунктам, власти могут прибегнуть к массовой эвакуации жителей. Многие неправительственные организации в Молдове рискуют остаться без финансирования или даже исчезнуть. Представители гражданского общества утверждают, что изменения, предложенные министром юстиции, представляют собой метод преследования и предоставляют властям рычаги, необходимые для ликвидации организации, которые критикуют власть. Намерение вызвало беспокойство и среди внешних партнеров Молдовы Минюз с комментариями пока не выступил. Предлагаемые изменения предусматривают, что организации, которые будут участвовать в политической деятельности или будут оказывать влияние на законодательный процесс, не смогут воспользоваться законом о 2% налога на прибыль и не смогут получать финансирование из-за рубежа. Если же НПО не будут соблюдать новые положения, их могут ликвидировать. Неправительственные организации ранее выражали решительный протест ряду законопроектов. Ситуации обеспокоены и партнеры Республики Молдова. Роли гражданского общества являются очень важными. Как партнер, как критик, кстати, очень часто. Это важная функция? Очень много было дискуссий насчет права гражданского общества, высказать свое мнение. Была дискуссия насчет иностранного финансирования. И не надо сказать, что когда эта дискуссия пройдет в это направление, я думаю, что есть поводы для опасения. Пока НПО дома бьют тревогу, министр юстиции Владимир Чеботарь, находящийся с визитом в Америке, рассказал представителям программы Организации Объединенных Наций о ходе реформ в Молдове. В пресс-службе Минюста нам сообщили, что Владимир Чеботарь не комментирует обвинения и посоветовали ознакомиться с сообщением министра в Фейсбуке, где содержится призыв гражданскому обществу участвовать в консультациях по проекту закона. В Великобритании зарегистрирован первый брак между двумя мужчинами, которые исповедуют ислам. Свадьба состоялась в городе Уолселл. На церемонию пара пришла в традиционной исламской одежде. По словам молодоженов, они решили показать всему миру, что можно быть гомосексуалами и мусульманами одновременно. Молодожен поведал, что родился в Бангладеше в обычной мусульманской семье. Когда он понял, что родители его не принимают таким, какой он есть, уехал в Великобританию, но и здесь столкнулся с людской черствостью. Из-за постоянных издевательств и унижений он даже пытался свести счеты с жизнью. Молодой человек уверен, от самоубийства его спасла встреча с будущим мужем. Всего в мире 18 стран, в которых легализован однополый брак. Среди них и Великобритания. Во Флориде десятки отдыхающих на одном из местных пляжей выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Инцидент произошел в районе города Панама-Сити. Вся операция по спасению семьи длилась более часа. Двух мальчиков, купавшихся у берега, начало уносить сильным течением. Мать бросилась на помощь. За ней поспешили остальные родственники. Но они не смогли совладать с мощным потоком воды. На помощь утопающим поспешили отдыхающие. Мы были в пляжах. Мама была в пляжах после меня и моего брата. И люди сделали человеческую цепь и отбрали нас. Почти 80 человек создали живую цепь длиной около 100 метров и сумели вытянуть тонущих на сушу. Как пишет местная пресса, в то время поблизости не было ни одного спасателя. Полицейские сказали, что надо подождать спасательную шлюпку. Поэтому отдыхающие, долго не думая, взялись за руки, чтобы добраться до тех, кто оказался в водной ловушке. В сети стремительно набирает популярность видео с отрывком эфира на одном из российских телеканалов. Телеведущий Александр Смол в прямом эфире высмеивает депутатов законодательного собрания Красноярска, которые подняли себе оклад вдвое. Интернет-пользователи обсуждают не только новость, но и самого ведущего, который представил ее в стиле стендапа. В последний день перед уходом на летние каникулы депутаты законодательного собрания Красноярского края подняли свои зарплаты со 100 до почти 200 тысяч рублей. Ведущий также добавил, что изначально народные избранники хотели поднять зарплаты бюджетникам, но в результате решили увеличить собственные доходы, причем единогласно. И в завершение о спорте. Молдова официально осталась без бронзовой медали, добытой для нашей страны на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию каноиста Сергея Тарновского. Таким образом, решение Международной федерации Каноэ лишить Молдову медали и дисквалифицировать спортсмена на 4 года остается в силе. Сергей Тарновский, напомню, сдал положительный тест на допинг. В его крови обнаружили запрещенный препарат. Спортсмен объяснил, что вещество содержалось в пищевой добавке, которую он употреблял, но доказать это впоследствии не удалось. Бронзовая медаль, которую Тарновский завоевал в заезде на Каноэ на 1000 метров, перешла представителю России. Британка Йохана Конта обыграла румынку Симону Халеб в четвертьфинале Уимблдона, третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема». Конта, посеяна на турнире под шестым номером, обыграла Халеб в трех сетах со счетом 6-7, 7-6, 6-4. Встреча продолжалась в 2 часа 38 минут. Это поражение не позволит Халеб стать первой ракеткой мира. Конта стала первой британкой, вышедшей в полуфинал Уимблдона с 1978 года, когда до стадии полуфинала дошла Вирджиния Уэйт. Для того, чтобы стать лидером рейтинга женской теннисной ассоциации, Халеб необходимо было выйти в полуфинал Уимблдона. В полуфинале Конта сыграет с американкой Винус Уильямс, которая ранее одержала победу над теннисисткой из Латвии. После поражения Халеб от Конты в четвертьфинале Уимблдона первой ракеткой мира стала Каролина Плюшкова. А на сегодня это все. Если вы стали свидетелями интересных событий, сообщайте об этом в редакцию нашего сайта tv8.md или же по телефону, который видите на экране. Я желаю вам доброго вечера. Увидимся завтра. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!